Добрый день дорогие мои подписчики и зрители моего канала у нас стоит сумасшедшая жара последние дни плюс 35 градусов сейчас вот вечерок уже температура начинает немножко спадать а я хочу вам рассказать про очередную обработку винограда когда мы раскрыли только виноград мы обработали его брунькой я об этом рассказывала когда проходят дожди обязательно после дождей надо обработать от клеща после дождя очень активируется виноградный клещ и он очень большой урон винограду наносит две обработки мы уже сделали следующая обработка когда на лозе виноградной от пяти до шести листочков сейчас посчитаем 1 2 3 4 5 6 листочков вот вот смотрите уже виноградик завязался вот виноградик вон какие уже рознички мы сейчас будем его обрабатывать комплексом препаратов сейчас я про них вам расскажу когда на виноградной лозе 5-6 листочков может быть разная температура воздуха если она ниже 20 градусов мы используем вот такой препарат строби он действует очень хорошо при низких температурах когда понижается ночью температура сильно мы используем строби если температура как у нас вот 35 днем а ночью 25 то мы используем такой препарат как хорус вот сейчас мы берем хорус препарат топаз препарат вот такой вот стоп клещ от клеща и вот такое вот минеральное удобрение которое по листу вот плантофол 30 10 10 вот написано начало вегетации он помогает наращивать листья и улучшает рост винограда он используется не только для винограда сейчас я вам расскажу и вот смотрите разные дари дозировки этого плантофола вот когда цвети цветение бутонизация завязь вот рост плодов вот такая дозировка мы берем данным случае дозировку плантофол 30 10 10 вот такую берем вот эти вот препараты хорус топаз антиклещ и минеральное удобрение плода генеральное удобрение может быть использовано на овощах картофеле клубники винограде малине смородине яблони груши цветах комнатных и фойных растениях это универсальное очень хорошее удобрение оно вот такое вот комплексное плохо видно я сейчас прочитаю чуть чем комплексная водорастворимое минеральное удобрение с микроэлементами в виде хелатов для листового живлыня это очень хороший препарат мы его используем постоянно на виноград вот все о чем я хотела вам сказать следующая обработка у нас будет во время цветения обработка бор содержащими препаратами но если вы видите что цветет очень активно виноград можно не делать эту обработку про следующие еще две обработки я расскажу вам позже сейчас я вам расскажу о нашей новиночке мы приобрели вот такой вот кешмыш лучистый в этом году посадили у нас очень много сортов винограда но мало именно без косточковых вот такой он красавчик а в прошлом году мы купили вот на вот эту вот арочку виноград кешмыш юпитер смотрите в этом году уже будут у нас виноградик вот такие вот кисти уже выбросил он зимостойкий выдерживает минус 35 градусов мороза потому мы его купили на арочку это тоже кешмышевый сорт без косточковый а вот рядом находится у нас виноградик это мой очень любимый виноград это такой янтарный крупный называется плевен этот отросток мы взяли у себя на даче растет он у нас уже второй год и вот в этом году тоже выбросил вот такие кисти у нас вот такой вот виноградик ну а мы сейчас эти препараты разведем в распылители на 8 литров теплой воды почему я уточниваю именно теплой потому что у нас вода со скважины из колодца очень очень холодная ледяная потому теплая лучше отстоянной воды и будем опрыскивать наш виноградик посмотрите какие красивые кисти винограда на Молдове это поздний синий виноград очень очень сладкий с вами была Люси Мили подписывайтесь на мой канал всего вам доброго до сегодня до хорошего до хорошего до хорошего субтитры Продолжение следует...